Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлии Кузнецова. Здравствуйте. Скандал в областном ОМВД. Сегодня стало известно, что в отношении начальника регионального управления Министерства внутренних дел Сергея Губарева возбуждено уголовное дело, а сам он на время расследования отстранен от занимаемой должности. Дело возбудили по результатам оперативно-розыскной деятельности, которая проводилась совместно с ФСБ России. В следкоме рассказали, что факты, о которых идет речь, стали известны во время расследования другого уголовного дела в отношении одного из подчиненных главного полицейского области, начальника медсанчасти Александра Дагаева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, с весны 2013 года по июнь 2014 Дагаев по распоряжению Сергея Губарева бесплатно размещал знакомых и родственников руководителя в ведомственном реабилитационном центре, который в данном случае использовался в качестве гостиницы. А чтобы компенсировать незаконные расходы, сведомо начальнику ОМВД сотрудникам реабилитационного центра выписывали премии, а потом забирали их обратно. Таким же образом, по данным следствия, по распоряжению главного полицейского региона были отремонтированы и два автомобиля, принадлежащих родственникам Сергея Губарева. И в одном, и во втором случае подчиненные нашли следующий выход. Они выписывали на своих подчиненных уже материальную помощь. И в последующем сотрудники эту материальную помощь возвращали тем лицам, которые должны были реализовывать мероприятие по указанию начальника ОМВД. И таким образом из бюджета изымались, если в целом судить, изымались незаконно средства, которые могли быть израсходованы на другие цели. Здесь следствие формулирует поведение начальника ОМВД как желание сохранить собственные средства материальные и получить выгоду нематериального характера. Сколько конкретно денег ушло на выполнение этих распоряжений Сергея Губарева, следователям еще предстоит установить. Между тем, это не единственное дело, возбужденное в отношении сотрудников региональной полиции. На августовской пресс-конференции Сергей Губарев очень неохотно признался, что только в этом году в отношении его подчиненных возбуждено 9 уголовных дел. Мы ни в коем мере, ни в коем образом никак не скрываем эти факты. Мы их, наоборот, озвучиваем, показываем, проводим служебные проверки. Тем не менее, судя по последней информации, все же о некоторой противоправной деятельности Сергей Губарев решил умолчать. Следкоми сообщили, что в ближайшее время должен решиться вопрос об избрании меры пресечения в отношении начальника областного ОМВД. И еще об одном должностном лице, которое попало в поле зрения правоохранителей. Киржачский районный суд Владимирской области вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника лечебно-исправительного учреждения номер 8 Игоря Каленова. Он был признан виновным в совершении трех преступлений в получении взятки должностным лицом, незаконных действиях и злоупотреблении должностными полномочиями. На судебном следствии установлено, что с 2011 года по март 2015 года он неоднократно получал взятки от родственников осужденного за организацию длительных свиданий сверхустановленного лимита. Кроме того, требовал от родственников приобретение имущества и других строительных материалов для нужд учреждения. Следствием и судом установлено, что взятки от близких и родственников только осужденного Николая Петрова Игорь Каленов получал трижды. Всего незаконное вознаграждение составило около 160 тысяч рублей. При этом еще почти полмиллиона родственники потратили на нужды учреждения. Суд приговорил Игоря Каленова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Родила недоношенного ребенка и закопала его во дворе собственного дома. В Меленковском районе расследуют обстоятельства гибели новорожденного мальчика. Тревожный сигнал поступил в правоохранительные органы от местных врачей. По сообщению медиков, в районную больницу поступила женщина с осложнениями после преждевременных родов, но без ребенка. Как установили следователи, 27-летняя жительница Меленковского района не состояла на медицинском учете по беременности. На сроке 25 недель она дома родила сына. Мальчик, по словам женщины, родился мертвым, и она решила захоронить его возле сарая. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». А сейчас следователи ждут результатов экспертиз. Если выяснится, что ребенок родился живым, женщине, у которой уже есть двое малолетних детей, грозит до пяти лет лишения свободы. Нынешняя современная медицина позволяет, начиная с 500 грамм рожденного ребенка, реанимировать и доросить до нужного состояния. Таких детей спасается много. Здесь же мальчик родился весом более килограмма, рост 37 сантиметров. Нас очень интересуют результаты гистологии, которые ответят на главный вопрос – родился ли ребенок живым, то есть его жизнеспособность на момент рождения. В Муроме на доме номер 94 по улице Льва Толстого во время капитального ремонта крыши обвалился карниз вместе с лепкой фасада. Кто теперь за это ответит и почему, когда подрядчик отремонтирует крышу, жильцы не будут подписывать акт выполненных работ? На объекте, где едва не погибли люди, побывал Александр Инин. По словам жителей, рабочие так стучали молотками, что обрушилась лепка фасада. Много килограммовые кирпичи в воскресенье средь бела дня полетели из-под крыши прямо на козырьке балконов и подъездов. Когда пыль улеглась, жильцы на эмоциях стали ругать рабочих. Ни разу за месяц никто не пришел, не проверил. Может, вообще не так надо делать, так по-другому. Конечно. Упрутся рогом. На шум приехали спасатели. Они готовы были доставать людей из-под завалов, но, к счастью, во время обрушения лепки фасада на балконах никого не было, а из подъездов никто не выходил. Если было бы необходимо эвакуировать и спасать людей, конечно же, Пысков спасательный отряд был готов к проведению таких работ. Но пострадавших на месте не было. Этому дому больше 60 лет. Под штукатуркой дранка, потолки в подъездах на подпорках. Поэтому, когда дом поставили в программу капремонта не на 2040-й, а на этот, 2015-й год, собственники сначала обрадовались. А потом полезли на крышу смотреть, что рабочие делают. И настроение испортилось. Со дня на день крышу начнут новым железом покрывать. А стропила-то старые. Явно видно, что новое дерево. И дерево, которое старое. Тут основная масса – это дерево старое. Что за капитальный ремонт такой? Идём с этим вопросом в управляющую компанию. Она же должна следить за капремонтом. А получается, следит за его видимостью. А управкомпании стыдиться нечего. Подрядчик-то на дом прислала не она. Дом ремонтируется по программе фонда капремонта. А почему новую крышу на старые стропила ставят, так это жильцы сами виноваты, говорит директор управкомпании. Они не участвовали в составлении дефектной ведомости. Когда, значит, составалась дефектовка, да, замена балка не была включена. Это собственники должны были отследить вот эту дефектовку. Но дефектовку управляющая компанией «Ремстрой Южный» не могла отследить, так как мы на тот момент не были управляющей компанией этого дома. Жильцы говорят, что тоже не могли участвовать в составлении дефектной ведомости, потому что старая управкомпания им про это ничего не сказала. Ну а что с лепкой? Собственники квартиры и общедомового имущества хотят знать, кто виноват, что она обрушилась, и за чей счёт её будут восстанавливать. Предварительно, это лично моё мнение, конечно, это не мнение комиссии, да, которые определят. Но проводились работы, соответственно, произошёл вот этот инцидент. Я думаю, что это и было толчком, и причиной. Виновник – это потенциальный, это подрядчик. Да, потенциальный, да, подрядчик. Но это предварительно, и чисто моё мнение. Окончательный вердикт вынесет специально образованная комиссия. Если она установит, что подрядчик ни при чём, а лепка ввалилась из-за ветхости дома, то восстанавливать её будет сама управляющая компания за свой счёт. Но и подрядчик, говорят жильцы, легко не отделается. Когда будет сдавать крышу, подпись под актом выполненных работ Собственники не поставят, потому что крыша на старых стропилах им не нужна. А без этого подрядчик может не получить расчёт. Александр Инин, Евгений Токарев, 6 канал. Горы посуды моют руками. Работники столовой школы номер 5 уже год мечтают о посудомоечной машине. Старая советская мойка сломалась, и сейчас женщины, вынужденные вручную, перемывают несколько сотен кружек и тарелок. Кроме того, сотрудников в столовой не хватает, ведь на такую тяжёлую работу идти никто не хочет. Появится ли в школе посудомоечная машина, и кто на это может повлиять, узнала Ольга Федина. Машина служила с 1980 года. И, конечно, она пришла в негодность. Нагрузка у нас очень большая, машина не выдержала. Посудомоечная машина в столовой сломалась ещё в декабре прошлого года. Именно с тех пор сотрудники, а это всего лишь три женщины, моют кружки и тарелки вручную. Кстати, мощица посуды в столовой всего лишь одна. Она бы, конечно, не справилась с таким количеством тарелок и кружек, поэтому ей помогают и повар, и заведующая производством. Найти новых сотрудников не могут. Работать в таких условиях желающих нет. 450 завтраков и вот 180, ну 200 с учителями обеда. Это на обед выходит уже 500 мы где-то моем, не считая стаканов. Вот хорошо у нас сегодня сок, а так бы ещё вот стаканы. Так что очень тяжело. И к нам никто почему-то не идёт. А кто и был, ушёл, убегают. Новая посудомоечная машина стоит около 300 тысяч рублей. По словам замдиректора школы, таких денег в бюджете образовательного учреждения нет. С весны этого года руководство школы пытается решить проблему. Пишет письма в управление образования, пытается найти спонсоров. Но всё это безрезультатно. А пока вопрос с новой посудомоечной машиной не решается, сотрудники столовой моют посуду вручную. И никаких премий и дополнительной оплаты за это не получают. Дело в том, что у нас по штатному расписанию сотрудники столовой не являются нашими работниками. Одны относятся к комбинату «Сунгирь». Поэтому мы можем выразить только большую благодарность людям, которые работают так много. Чтобы облегчить работу мощиц, комбинат питания «Сунгирь» отдал в столовую две бытовые посудомоечные машины. Но пользы от этого мало, признаются работники. В школе питаются около 600 детей, а в каждую машинку помещается максимум 50 тарелок. И самый минимальный режим работы – 45 минут. Получается, чтобы помыть в них посуду, столовой нужно работать всю ночь. По словам сотрудника управления образования, кроме этих бытовых машин, есть ещё одна – промышленная. И её школа приобрела за собственный счёт. Но в самом образовательном учреждении нам почему-то о ней никто не рассказал. Все посудомоечные машины, по словам чиновников, должны установить в ближайшее время. Настоящий ремонтаж старой посудомоечной машины и установка двух посудомоечных машин. Возможно даже трех. Две бытовые, одна промышленная, но меньше производительности, чем требуется. Однако в управлении образования все-таки признают необходимость приобретения новой промышленной посудомоечной машины. Поэтому ее внесут в проект расходов бюджета на следующий год. Ольга Федина, Константин Миронов, Шестой канал. Вернулся домой спустя 74 года. Сегодня у Владимира с почестями был предан земле прах Владимирского солдата. Речь идет об участнике Великой Отечественной войны Анатолий Спириня. Этим летом его останки обнаружили под Смоленском. Поисковики признаются то, что удалось установить личность солдата чудо. Ведь при красноармейце был только медальон. Тема продолжит Валерия Саенко. Под звук метронома и стихия войны сегодня Владимир прощается с защитником Родины. С цветами проводить красноармейцы пришли даже школьники. Он был старше их всего на несколько лет. Владимирцу Анатолию Спирину было 20, когда он погиб под Смоленском в 41-м. Об этом родственники узнали только этим летом. Мама солдата в смерть сына не верила. Включала передачи о пропавших без вести и надеялась услышать его имя. Но так и не дождалась. Вместо нее защитника Родины встретила племянница. Он прям вернулся домой. Если, конечно, есть что-то там где-то, то, я думаю, моя бабушка, она сейчас очень рада и счастлива. И мне кажется, она как будто мне передала вот эту миссию. Встретить его и проводить последний путь. Найти солдата помог случай. Строители прокладывали под Смоленском дорогу и нашли останки красноармейцев. Местные поисковики установили, что в братской могиле лежали несколько солдат из Украины и наш земляк. Проститься с ним сегодня пришли и ветераны Великой Отечественной. Николай Матвеевич рассказывает, в тех боях, когда теряли сослуживцев, даже не замечали. Не было времени смотреть по сторонам. Когда вот так вот идут люди, то они идут, как келочек летят по воздуху. Ногами землю совсем не чувствуешь. Единственная мысль. Вот сейчас, вот сейчас. То ли осколок, то ли... Именно потому, что кругом снаряды рвутся. Если взять операцию, значит, в Яслозовскую, за 22 дня мы 600 километров прошли, с какими боями, понимаете, это страшно. Поэтому оглянуться, мы не успевали оглянуться, когда человек погибал. Из личных вещей у 20-летнего парня остались лишь старая каска и медальон. По нему-то и смогли определить личность Владимирца. В то время солдаты подписывали котелки, ложки и даже плащ-палатки. Но спустя 70 лет идентифицировать красноармейца для поисковиков все равно настоящая удача. За летний сезон поисковый отряд Владимира работал под Питером, Смоленском и Керчью. Ребята нашли останки 50 воинов. Но установить имя смогли лишь у восьми. А тут подписанный карандашом медальон в земле в таком состоянии, что даже адрес красноармейца прочитали. Дело случая, наверное, тот, кто верит в Бога, говорит, что Бог помог. Ну, как бы, удача, поисковую удачу мы это называем. Когда солдат найден, опознан, и мы имеем возможность, это не всегда можно опознать, не всегда можно привезти останки солдата домой. Поэтому захоронение солдат на родине – это 100%, даже 150% для любого поисковика результат. Все обязательства, которые перед властью мы выполняем, и мы его захораниваем в районе аллеи почёта, там, где захоронили и до этого. Лётчика Гурьева захоронили. Свой последний приют красноармеец нашёл на Улыбышевском кладбище. 20-летнего защитника родины похоронили со всеми воинскими почестями. Теперь на могиле солдата стоит памятник с надписью «Мама, я вернулся». Валерия Саенко, Артём Горчаков, 6 канал. Прямо сейчас коротко ещё о некоторых значимых событиях этого дня. Накрыли преступную группу. Наркополицейские пресекли деятельность торговцев героином. Наркоформирование состояло из пяти человек. У них была большая и надёжная клиентская база. По версии следствия, лидером группы была 39-летняя жительница посёлка Гусевский Светлана Логутова. Помогал бизнесу развиваться и сожитель женщины Евгений Круглов, известный в уголовно-преступной среде как Куженя. Он неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, следственным установлено, что в сбыт героина Логутова вовлекла свою 16-летнюю дочь. После сбора необходимой доказательной базы все участники группировки были задержаны. Андрей Маринин назначен исполняющим обязанности главы администрации города Лакинск. За кандидатуру секретаря Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» проголосовали депутаты городского совета на вчерашней сессии. Теперь, по словам СССР, он намерен отказаться от мандата депутата Владимирского горсовета и участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации Лакинска. За неполные три месяца сотрудники госавтоинспекции поймали 239 пьяных водителей. Среди них и те, кто отказался от метосвидетельствования. Возбуждено 146 уголовных дел. Госавтоинспекции напоминают, что с 1 июля в силу вступили новые правила. Теперь за повторное управление автомобилем под шофе водителю грозит уголовная ответственность. Пока в судах региона вынесены приговоры в отношении семи граждан. Некоторым из них назначено наказание в виде реального лишения свободы. Нужна ли городу старая аптека? Тысячи владимирцев ответили «да». Вопрос о необходимости вернуть здание старой аптеки на Георгиевской людям задали общественники. Они составили открытое письмо губернатора области Светлане Орловой. И теперь собирают под ним подписи. По мнению людей, в историческом здании пешеходной зоны нужно не просто торговать лекарствами, а сделать аптеку-музей. Тогда прогулки по Георгиевской станут интереснее и привлекут туристов. К тому же люди уже привыкли к старой аптеке, ведь она работала в этом месте более 200 лет. Да и недавно установленный памятник фармацевту рядом со зданием уже пользуется популярностью у отдыхающих. Общественники планируют собирать подписи в течение еще двух недель и надеются быть услышанными. Мы очень надеемся, что на самом деле городу вернется старая аптека, потому что город ее потерял как-то зря. И в принципе еще ничего непоправимого, я считаю, не произошло. То есть такой интересный и замечательный культурный объект может быть опять у нас. Узнать мнение владимирцев решили и мы. Отдать свой голос за судьбу здания старой аптеки можете и вы. Опрос располагается на нашем сайте 6tv.ru Этнический ликбез. Неделя культуры финно-угорских народов под названием «Финно-угорье в тени лесов в дыхании севера» проходит во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи. В программе виртуальной экскурсии, лекции и мастер-классы с историей, искусством и кухней из рян, удмуртов, карелов и других представителей финно-угров познакомилась Маргарита Махрова. Яркие ленты и вышивка бисером. На неделю культуры финно-угорских народов Раиса Чумбаева приехала в традиционном макшанском костюме. Культурой своего народа гордится и делится не только с внуками, но и со всеми желающими. Много лет женщина выступала в фольклорном коллективе, а теперь старается не пропускать подобных встреч. Я как услышу что-то где-то мордовское, я прям рвусь. Все бросила, грибы бросила, все переоделась и все, поехала. Ворша, Колокша, Судогда. Наследие финно-угорских народов во Владимирской области хранят даже названия рек и населенных пунктов. Они пришли к нам от древних племен Мурама, Меря и Мещера. Согласно последней всероссийской переписи, во Владимирской области проживают около 10 тысяч макшан, эрзян, коми, удмуртов, карелов. Финно-угородная из самых крупных этноязыковых общностей в России. В нашей области даже действует региональная общественная организация финно-угорских народов Кидокша. Представители народов уверены, им есть о чем рассказать. Мы делимся исторической культурой своего народа, вернее даже финно-угорских народов. Ну а значение для того, чтобы мы проводим опять это мероприятие в стенах детской библиотеки, чтобы дети с малых лет изучали бы культуру и других народов, которые проживают в нашей области. Недели культуры разных народов проводятся в детской библиотеке с 2013 года. За это время о своей истории и традициях рассказали армяне, евреи, азербайджанцы. Организаторы уверены, залог мира в многонациональной стране – взаимное уважение. Доброй традицией стала передача символического дерева дружбы, которое представители народов передают друг другу. У каждого дня финно-угорской семидневки своя тематика. У нас будет виртуальная экскурсия, где мы посетим самые красивые места в сосредоточении финно-угорских народов. Еще один день будет посвящен культуре, быту, традициям. И в этот день пройдут несколько мастер-классов, на которых покажут, как работать с кожей. Это тоже очень интересно. По традиции завершит неделю День национальной кухни. Представители финно-угорских народов не только расскажут о национальных блюдах и раскроют секреты некоторых древних рецептов, но и накормят всех желающих. На этот раз для гостей приготовят марийскую пшеную пачу. Это разновидность пленов и карельскую вяленую рыбу. И последнее. Две бронзы за месяц. Команда Владимирской области по бильярдному спорту добилась успеха на всероссийских соревнованиях. Наша сборная завевала медали на двух турнирах. Если третья ступенька пьедестала на первенстве страны до 18 лет была прогнозируемой, то попадание в тройку лучших коллективов страны на чемпионате России среди взрослых стало полной неожиданностью и большим успехом. С победителями встретился Алексей Дудин. Такого не ожидал никто. Сборная команда Владимирской области завоевала третье место на чемпионате России по бильярдному спорту среди взрослых. Максимум, на что надеялись тренеры, это попадание в восьмерку лучших. Но 16-летний Вадим Кистанов, 15-летний Кирилл Мельников и пятиклассник Антон Виноградов своим выступлением удивили всех без исключения. Впервые в истории России самая юная команда, а именно в нашей Владимирской области, завоевала бронзовые медали в командном Кубке России среди взрослых мужчин троеборье. При этом мы обыграли чемпионов страны и чемпионов мира двухкратных. Антону Виноградову всего 11. Бильярдом занимается 3,5 года. Учатся и тренируются в Коврове. По словам юного дарования, на чемпионате страны в схватке с более опытными бильярдистами в решающий момент рука не дрогнула. Я привык сильно. Я больше даже со взрослыми играю, чем с детьми. С кем-то еще? Да. Ну и обращаю, если он там чемпион мира и чемпион России, каковы действующие. Наша сборная уже не первый раз достойно выступает на различных турнирах. Да и в личных перенствах завоевана не одна медаль. Но результат, который показывает наша молодежь, не способствует развитию бильярда в городе и области. Так в июне бильярдисты лишили своего дома. Клуб-чемпион, который располагался в Перекопском городке и был своеобразной базой для ребят, закрыли. По словам Андрея Степаненкова, арендная плата в 2 миллиона рублей в год оказалась неподъемной. Теперь спортсмены вынуждены оттачивать свое мастерство за свои же деньги. По условиям нормально, но в прежнем клубе было лучше. Чем? Во-первых, было бесплатно. Во-вторых, обстановка сама была лучше. Сегодня дети лишены здесь возможности тренироваться бесплатно. И, естественно, сейчас мы обращаемся к администрации и области, и города, чтобы нам помогли выделить 9 соток для того, чтобы мы сами построили свой клуб на 16 столов. Но конкретной договоренности пока нет. Тем не менее, платная школа продолжает работать. Стоимость обучения 100 рублей в час. На сегодняшний день бильярдом в области занимается около 50 ребят. А еще зимой, когда работал клуб «Чемпион», их количество было в два раза больше. Секцию набирают и сегодня. Приглашают всех желающих. Вначале просто учим забивать, то есть анализировать удары, куда выход, где отыгрыш сделаем. Дальше отрабатывается просто статистика. То есть, допустим, из 50 ударов 48 должно достичь цели. То есть, из, соответственно, статистики ты знаешь, на что можно в данный момент пойти, ударить этот шар или не ударить, или все-таки отыграться. Останавливаться на достигнутом владимирские мастера шара и кия не намерены. У Вадима Кистанова, к примеру, впереди чемпионат мира. Так что руководители федерации и тренерский состав надеются, что достигнутые результаты нашими подростками и их дальнейшие победы все-таки сподвигнут власть имущих к развитию этого вида спорта во Владимирской области. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал. Это все, о чем мы вам успели сегодня рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok